Людмила Белоусова и Олег Протопопов Великий дуэт Людмила Белоусова и Олег Протопопов — это великое чудо и великая гордость отечественного фигурного катания. Однако на своем веку им пришлось не только радоваться победам, восхищая миллионы поклонников, но и испить немало горечи. Не по своей вине. Вот, например, такой случай. На зимних Олимпийских играх 1988 года в канадском городе Калгари разразился скандал. Когда Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, давно уже живущих в Швейцарии, пригласили принять участие в показательных выступлениях вместе с другими олимпийскими чемпионами, фигуристами прошлых лет, руководители советской делегации предъявили канадским организаторам игр ультиматум. Если эта пара выйдет на лед, то советские спортсмены как один не явятся на церемонию закрытия зимних игр. Власти советской страны хотели стереть саму память о существовании и прекрасных победах Белоусова и Протопопова. Ни в одном из спортивных справочников, издававшихся после 1979 года, нет подробных сведений о двукратных олимпийских чемпионах в парном фигурном катании Людмиле Белоусовой и Олеге Протопопове. Но обыкновенные люди эту великолепную пару никогда не забывали. Да и как можно было забыть, например, нежную, невероятно пластичную композицию «Грёза любви» или танец «Размышления» на музыку Массне? Отточенное движение составляло у этой пары единое целое с прекрасной музыкой. Выступления Белоусова и Протопопова были наполнены поэтической красотой, никого не оставляя равнодушным. Да и сами они казались на льду единым и прекрасным целым. Впрочем, вместе они были не только на льду, а всегда и везде. Эта прекрасная пара, муж и жена, казалось, не разлучаются никогда. Непосвященные были уверены, что и в фигурное катание они тоже вошли вместе, рука об руку, уже составляя прекрасную пару. Однако это было совсем не так. Путь в спорт у каждого был свой, и нашли они друг друга далеко не сразу. Олег Протопопов родился 18 июля 1932 года в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 9 лет, он едва не погиб в голодные и холодные годы блокады. В это время его мать, бывшая до войны балериной, пошла работать медсестрой в военный госпиталь. Олег видел, как от страшного голода умирали соседи, понял цену черствой корки хлеба, узнал, что такое страдание. После войны мать вернулась на балетную сцену, частенько брала сына с собой в театр, где он открыл для себя прекрасный мир классической музыки. Музыканты оркестра после репетиции учили его играть на рояле. Когда Олегу было 15 лет, он решил стать пианистом и пришел в музыкальный кружок Дворца пионеров. Но там ему сказали, что абсолютного музыкального слуха у него нет. Однако огорчался Олег недолго. В саду того же Дворца пионеров впервые увидел, как юные фигуристы скользят по льду, да еще под музыку. И ему захотелось сделать то же самое. Опыт катания на льду у Олега уже был. Он быстро сбегал домой за своими хоккейными коньками, вернулся и встал у катка. С юными фигуристами занималась Нина Васильевна Лепнинская, ученица первого русского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина Коломенкина. Приметив Олега, она предложила ему повторить какое-нибудь из движений фигуристов. И была удивлена, когда у него неожиданно хорошо получился какой-то сложный пируэт. Так Олег стал заниматься в секции фигурного катания. На тренировки иногда приходил и сам Панин Коломенкин. Олега он хвалил, но всегда подчеркивал, что фигурное катание – это прежде всего тяжелый труд. Однако Олег и без напоминаний всегда отличался трудолюбием, поэтому пришли и первые успехи. В 1948 году, когда ему было 16, Олег разделил третье и четвертое места на всесоюзном юношеском первенстве, а через два года стал вторым. Но в 1951 году Олега призвали в военно-морской флот. В конце зимы 1952 года, когда Протопопова перевели на службу в родной город, в часы увольнения он стал появляться на стадионе «Динамо». Опытный специалист, экс-чемпион страны в парном катании Александр Борисович Гондельсман посоветовал Олегу тренироваться в паре с Маргаритой Богоявленской. На первенстве СССР 1953 года Олег и Маргарита заняли третье место. Правда, и выступающих пар было всего три. Однако на командиров Олега его успех произвел большое впечатление, и ему разрешили чаще бывать на тренировках. Однажды даже и вовсе отпустили в Москву на сборы фигуристов. Там, на катке в детском парке Дзержинского района, Олег случайно встретился с десятиклассницей Людой Белоусовой, которая была младше его на три года. Фигурным катанием Белоусова увлеклась после того, как посмотрела серенаду солнечной долины с великой Соней Хенни. К тому моменту, когда она увидела на катке Олега, Людмила успела стать перворазрядницей. Вместе они выполнили пробный пируэт. Все удивились, насколько легко и изящно это получилось, и даже зааплодировали. Олегу этот эпизод надолго запомнился. Вскоре ему пришлось вернуться в Ленинград, а Людмила жила в Москве. Но оказалось, она тоже запомнила встречу с Олегом. Окончив школу, решила поступать в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Жила в студенческом общежитии и тренировалась в паре с Олегом Протопоповым. Занимались в церкви на набережной лейтенанта Шмидт. Долгое время она служила складом, а в конце 1950-х годов в ней был оборудован первый в Ленинграде искусственный каток. Так началось их совместное творчество на льду и поступательное движение к успеху. В 1956 году Белоусова и Протопопов заняли на чемпионате страны четвертое место в парном катании. Уже тогда зрителей поражало, как точно они подбирают к своим выступлениям классическую музыку. Белоусова и Протопопов создавали композиции, неотъемлемой частью которых были Шопен, Чайковский, Бетховен. В 1957 году Белоусова и Протопопов заняли уже второе место на чемпионате СССР. Выше их оказались Нина и Станислав Жук. На третьем месте были Майя Беленькая и Игорь Москвин, тоже из Ленинграда. Впоследствии Москвин стал тренером Белоусова и Протопопова. В этом году произошли перемены и в личной жизни. Белоусова и Протопопов стали мужем и женой. Через год пара Белоусова и Протопопов вновь заняли второе место на первенстве страны и впервые попробовали себя на международной арене. На чемпионате Европы в Братиславе оказались девятыми, на чемпионате мира в Париже – тринадцатыми. В 1960 году Людмила и Олег заняли уже четвертое место на чемпионате Европы в немецком гарми Шпартн-Кирхене. Здесь они впервые показали свои грезы любви и еще трижды повторяли выступления по просьбе восторженных зрителей. В том же году пара впервые поехала на восьмую зимнюю Олимпиаду в Сквовелли. Депютанты Белоусова и Протопопов заняли девятое место. Нина и Станислав Жук оказались шестыми. Первой золотой наградой Людмилы и Олега стали медали, завоеванные в 1961 году на второй спартакеаде народов РСФСР в Свердловске. После этого Белоусова и Протопопов шесть раз выигрывали чемпионаты страны. Триумфальным оказалось выступление Белоусова и Протопопова на девятых зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке. Победу многие предсказывали двукратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы Марике Килиус и Гансу Боймлеру из Германии. Даже жребий, казалось, был на их стороне. Они выступали позже Белоусова и Протопопова. Но то, что показали Людмилы и Олег, было подобно чуду. В их выступлении слились воедино музыка и движения. Казалось, они сочиняют свой танец прямо на льду. Золотые олимпийские медали Белоусова и Протопопова стали сенсацией Олимпиады. «Русские фигуристы открыли новую эру в этом виде спорта», – писала одна из швейцарских газет. Затем последовала серия из четырех блестящих побед на чемпионатах мира и Европы. Она продолжалась с 1965 по 1968 год. И попутно создавалась новая олимпийская программа с музыкой лунной сонаты и пятой симфонии Бетховена, с музыкой Рахманинова. На десятых зимних олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле Белоусова и Протопопов вновь были первыми. Они показали великолепную обязательную программу, не допустив ни единой ошибки, а три дня спустя – восхитительную произвольную программу, которой стоя аплодировали 12 тысяч зрителей. Увы, советское спортивное руководство не отличалось особой благосклонностью к великому дуэту фигуристов. Слишком уж свободными они себя ощущали, не позволяя собой управлять. Поэтому Белоусовой и Протопопову в Госкомспорте и в Федерации фигурного катания все настойчивее внушали, что им уже много лет и что пора уступить дорогу более молодым спортсменам. В 1972 году им не дали возможности поехать на зимнюю олимпиаду в японский город Саппор. Не особо их жаловали и после того, как Белоусовой и Протопопов в 1973 году стали солистами ленинградского балета на льду. Они предпочитали выступать под классическую музыку, а у руководителей балета было иное мнение. И в сентябре 1979 года великие фигуристы сделали свой выбор. Во время гастролей в Швейцарии попросили политического убежища и не вернулись на родину. Уже много позже, в другие времена, когда великая пара побывала в Санкт-Петербурге, Олег Протопопов объяснил мотивы такого поступка, многим показавшегося неожиданным, после которого власти страны, объявив их изменниками, постарались стереть всякую память о Людмиле и Олеге. Наше решение уехать было правильным и своевременным, потому что люди нашего склада, люди, принадлежащие к миру искусства, вероятно, более чувствительны к тому, что происходит в стране, к тем глубинным процессам, которые в конечном счете привели к сегодняшней ситуации. Но политики в нашем отъезде не было никакой. Просто мы поняли, что дома мы чужие, что нам не дадут оставаться на льду так долго, как мы бы хотели и могли. Белоусова и Протопопов живут в швейцарском городе Грюнденвальде и теперь, но чувствуют себя гражданами мира. В разные годы доводилось им гастролировать вместе со старейшим американским шоу на льду, да и сейчас они участвуют в показательных шоу, далеко не бедствуют и находятся в великолепной форме. С мая по октябрь каждый год тренируются в американском Лейк-Плэсиде, делая перерыв на летний отдых, который проводят на Гавайях, купаясь и занимаясь подводной охотой. В 2003 году Белоусова и Протопопов впервые после очень долгого отсутствия побывали в Москве и Санкт-Петербурге по личному приглашению Вячеслава Фетисова, который тогда был председателем Госкомспорта. В Санкт-Петербурге они появились на льду скромного тренировочного катка. Это было не выступление. Просто Белоусова и Протопопов тренировались, как привыкли делать это ежедневно. Но чтобы снова увидеть эту пару на льду, собралось множество людей, которые встретили Людмилу и Олега овацией.